Следующий момент, опять-таки, очень практический и очень ценный. Я думаю, что все, кто с нами общаются, ну, со мной, по крайней мере, знают мою страсть к этому делу. Для более детального описания оборудования, мы рекомендуем задуматься о создании узловой структуры, когда объект ремонта состоит из каких-то компонентов, узлов, деталей, которые важны с точки зрения учета дефектов, планирования работ на узлах. То есть это сильно упрощает дальнейшую аналитику людей, которые сидят либо в отделе планирования, либо в отделе надежности, по поиску, собственно, коренных причин отказов оборудования. Ну, здесь, как пример, иллюстрация написана, да, приведен пример журнал дефектов, который пишут технологии оператора на установке. Соответственно, и второй вариант – это тоже журнал дефектов, в котором именно элемент этого оборудования фигурирует как отдельная запись. Идея такая, что разбить оборудование по углу, и у каждого угла будут, соответственно, свои параметры, связанные с этим углом. Это тоже элемент базы данных оборудования, который упрощает в дальнейшем массу задач, которые связаны и с техкартами, и с дефектами, и с запчастями на складе. Но, каким образом, это мы обычно показываем на примерах наших очных семинарах. Это тоже элемент базы данных, но он такой вот во многих других местах используется. Ну, в случае, опять-таки, описание объектов обслуживающего производства – это и склады, и транспортные подразделения. В принципе, те же самые правила при описании объектов ТАИР используются в этих типах производства. Ну, вот, например, здесь просто приведена иерархия некого реального подразделения какого-то завода, и, соответственно, есть на этом заводе либо складское хозяйство, либо транспортный цех, то есть тот же самый объект иерархический. И в нем есть перечень оборудования, то есть объектов этого цеха. То есть, с точки зрения, нам не важно, какую ценность имеет этот объект для производства, то есть с точки точки зрения описания базы данных оборудования, он подчиняется тем же правилам. Есть уровень организационный, есть, собственно, перечень оборудования. Опять-таки, рекомендация – это до момента запуска некого процесса иметь стандарт описания оборудования. Вот здесь вот буквально есть такая область классификации, то есть здесь написаны насосы, основной принцип классификации – конструкция, то, что я говорил, да? И вот они под классы насосов. То есть на каждой, скажем так, конструкции насоса есть определенные правила, которым вы описываете этот объект в некой системе. Опять-таки, что важное – это то, что все проектные команды, даже мы иногда забываем. То есть есть объект именно, про который мы сейчас говорим, насосы. С точки зрения информации о том, о приводе этого насоса, есть также нормализованные правила описания привода, имеется в виду, чем вращается насос. Понятно, да? Приводом насоса, может быть электрические машины, либо турбины, в зависимости от сложности производства, мощности этого насоса. И система управления. То есть где-то здесь, там еще СУТ и Б. То есть какой датчик может быть установлен на насосе с точки зрения классов объектов. Такая простенькая форма, ну как простенькая, она должна быть сделана на каждый класс оборудования. То есть на насосы свои, на турбины свои, на самосвалы карьерные, своя формочка, которая вам позволяет именно определить те правила, по которым вы будете описывать объект при создании базы данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова